Всем доброе утро! Мы едем на полиглотике к 10 утра. Сегодня понедельник. Больная Викуся дома. Я видел желто-черные самокаты. Вот и верь прогнозу. Очень жарко. Мы оделись, как было указано, 21 с облаками. Облаков нет. Чистое небо. Очень жарко. И мы ехали на автобусе, потом бежали бегом. Мы опоздали на 5 минут. Вроде их даже гулять сегодня выведут. Даня последние два раза ходил один. Индивидуально. А сейчас ждут еще девочку. Она опаздывает. И я рада. Я в джинсах, кроссовках. Мне очень жарко. Очень жарко. Перед сном опять намазалась деклофинаком. Он мне нравится. Но сегодня он полностью боль не снял почему-то. Сейчас я на урок. А с урока не знаю, как добираться буду. На самокате или на автобусе. Как повезет. А еще я без сумки. 97-я. Еще я без сумки. Я подумала, это странно без сумки, когда взрослый человек. Вот я без сумки. Но мне нечего положить в сумку. Телефон в кармашек. Ключики. Вот в такой кармашек. А карточка банковская. Спокойно помещается в карман джинсов. Я так взяла сумку, потрясла ей. Она такая тяжелая. Я говорю, Даня, а что мне надо? Вроде мне ничего не надо. Я пошла без сумки. Странно, но ладно. Очень долго ехала домой. И в Дикси была. И оставалось всего полчаса побыть дома. Смысл потерялся. Может, надо было здесь сидеть и ждать. В аптеке была в Дикси. И покормила Вику. И раз не успела за полчаса. Ищи сварила. Раз все дома. И пришлось ехать на такси опять. Тук-тук. Здрасте. Закончили? Не закончили еще? Хорошо. Хорошо, я не спешу. Показывай. Робот. Еще подарки, что ли? Да, давай мне что-нибудь. Что-нибудь дай. Это из бумаги. Приду, пиздаю. А, да? Бай-бай. Бай-бай. Ну-ка, покажи. Это диплом. О, боже мой. Мой диплом. Это же диплом. Литл. А, вот они. Маленькие Энштейны написано. Тебе надо это все в папочку. У тебя уже столько дипломов. Да. Аккуратно, ступеньки. Какой-то другой автобус. Какие-то другие аппараты. Ничего не видно. Вот, другой аппарат, короче, большой такой, чтобы оплачивать. Мы еще не выучили все автобусы. Их тут много. Но, мне кажется, он чуточку не дойдет. Он один квартал. Ой, зарядка, да, вообще. То есть, сядь нельзя стоять. Во всех автобусах зарядки. Нельзя стоять. Во всех. Я видела, что он на полном приехал. Ну, ты все видела, а я не видела никогда никаких зарядок. Они там были. Очень холодно. Слишком сильный кондиционер. Зачем такой холод? Не холосток. Капец. Я и так какая-то простуженная. Капец. Новая жизнь. Все по-другому. Все медленно. Едем медленно. Успеваем немного. Это тебе так кажется. Это мне кажется. Да как мы быстро-то? На машине-то быстрее. Ну, иди. Только вещи свои. У нас личный автобус. Больше никого нет. Даня меняет места. Сядь куда-нибудь. Нельзя стоять, говорю. Не может выбрать место. Наверное, водители в шоке от нас. Остановка. Пластик ты не достанешь. Там высоко очень. Этот контейнер, дырка там расположена. Решили выкинуть часть мусора с Викой, пока идем в поликлинику. Будем проверять реакцию манту. И жаловаться на сопельки и ушко. Лор в отпуске. Жаловаться будем педиатру. Что, в принципе, бесполезно. У меня красная. Я сам думал, что-то сам спрашиваю. А, что, в принципе, все хорошо. Подымай. Впрочем, мы уже 35 минут стоим. Перед нами человек 10. Полтора часа мы провели в поликлинике. Успели. Нажмешь сюда, достанешь? Да. Успели. И ко второму доктору, который, конечно, уши не посмотрел. Горло в порядке, нос в порядке. Сказал, что это все аллергичного плана у нас уши. Ну, 50 на 50. Посоветовала посидеть пару дней дома. Я озадачена. Уже 4 дня дома. Пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Не знаю, Тёма выдержит или нет. Он говорит, что они ему работать не дают. Ой, у меня сережка завязалась. Развязалась. Я думала, что я варила щи. Короче, я сначала сварила куриный бульон с рисом. Забыла, что положила рис, и он там на дне. И убегая на английский, я ещё порезала немножко капусты. Картошки здесь нету. У нас её нету в доме. Если что, это не проблема. И помидорку, морковочку успела порезать. И потом, когда стала мешать, обнаружила, что там рис. Ну ничего, сытнее будет. Что такого? Когда не была вечеринка, по случаю окончания английского. Программа называлась «Маленькие Эйнштейны». Диплом дали. Слушайте, я в шоке после этой поликлиники. Это какой-то ад был. Полтора часа в один кабинет. Мы стояли с первого этажа до второго. И там не открываются окна. Вот такие щелочки. На этажах нет окон вообще. Эти окна, щелочки на лестнице. Какой-то кошмар. И параллельно я заняла в другой кабинет. И когда мы туда пришли после манту, они забыли об этом. Они помнили, что я заняла. Но они сказали, что они передумали стоять в тот кабинет. А мне надо в тот кабинет. А им в другой теперь надо кабинет. И типа занимайте заново. Ну, я просто встала намертво и сказала, что я буду стоять. Я говорю, час десять назад мы занимали очки. Почему мы должны снова ее занимать? Чем сейчас их накормить-то? Сейчас, если им этот суп не понравится. Идите обедать! Я уже звала всех. Так ты скажи Данечке, чтобы он паузу нажал. А то он не может отойти так. Там какие-то мультики. Антигистаминовые, сказали Викю. Поищу зодок. Или Зертек. Но что-то давно не видела. Сегодня купила Панангин. Самый дешевый вариант. Это Аспаркам. Калий и магний. И купила. Кончился виброцил. Не знаю, из-за чего. Высокая очень цена. Виброцил у нас был в каплях. А это спрей. Может поэтому. Короче говоря, вот эти две вещи. 650 рублей. И предложили оплатить баллами спасибо. Я очень обрадовалась. У меня почти 300 баллов было. Но 600 рублей. Капельки в нос. И калий с магнием. Я что-то в шоке вообще. Ищу. Зодок, Зертек. О! Прекрасный ты наш, Зодок. Я тебя люблю. Несколько часов с детьми дома пролетели незаметно. Иду на урок. Надеюсь там отдохнуть. Вика так у нас истерит. Хочет из нас веревки вить. Но мы не даемся. Мы стойкие оловянные солдатели. Думала не отправлять завтра в садик. Но точно отправлю. В любом состоянии. Так. Я уже провела урок. С шебутным 4-летним мальчиком. Попрыгали, побегали по кухне. Но целую страницу прочитали. И несколько заданий по математике. По Петерсону сделали. По звуку непонятно. Какой лифт. Девчонки, спасибо, что мне пишете всякие дельные рецепты. Наконец-то начались комментарии на тему ревматоидного артрита. Не просто почистите ауру. Ешьте правильно. А началась конкретика. И меня очень радует эта конкретика. Потому что и я могу ей пользоваться. И другие могут читать и пользоваться. Я услышала, что надо исключить помидоры и картошку. Потому что это посленовые. Я даже об этом читала. Я попробую, попробую. Если уж прям связывать это напрямую, то мне сейчас совсем плохо было. И как раз был период этих помидор. Но, когда я спрашивала и терапевты, и ревматолога, они не видят связи между диетой и обострениями. Чем мы тут питаемся? Макаронами. Макаронами наспех сваренными вчера. У кого-то жареная курица. У кого-то жареная курица и шампиньоны с сыром. Шампиньоны жарились с курицей вместе. О себе я еще курицу не положила. Не могу решить. По-моему, многовато. Дети не признали сей продукт полезным и вкусным. Так, ну а это тут добавка, кому надо. И тратим деньги, как только их зарабатываем. Отмечаем окончание курса в полиглотиках. Как называлось? Маленькие Эйнштейны. А еще скоро будет праздник прощания света. Да, где этот праздник будет? В садике. В садике будет праздник? Я ничего не знала. Значит, надо дойти в садик. Вот вопрос и разрешился. Надо идти в садик. Но я просто не пойду в садик. Пойдешь, пойдешь. Мама оглохнет иначе. Не пойду. Маме нельзя так громко. А я пойду или нет? Все пойдут. О, надо присоединиться. Ты счастлив? Я не хочу в садик. Надо, надо. Если мы не сходим в садик, то это уже три дня. И придется еще одно столпотворение выдержать в поликлинике, чтобы взять справку. Завтра третий день нельзя уже. Ну, помнишь, как ты говорила, я завтра не пойду в садик. Ну, так я передумала. Ушки-то у меня не железные, Вика. А можно мне добавьте макарон? Кажется, нет. Попозже, когда курицу съешь, будет можно. Ладно, когда скуп. Надо будет подогреть их. Хлеб-то берите свежий, вкусный. А у меня здесь. Дети потребовали добавки. Увидели сосиску в кастрюле последнюю. Подуй. И я не знаю, как они будут пирог есть. Влезет у вас пирог-то? Нет. Но есть эти три. Триста тысяч. Нет. Чего у тебя триста тысяч? Сосисок. Сосисок триста тысяч. О май гад. Никогда не покупали такой пирог. Если бы у тебя не особые пироги. Кошмар какой-то. Пирог! Если бы у тебя не особые пироги. Пирог. Давайте пораньше. Ты сам его сделал? Да. Ну, меня помогали. Даша помогала, да, тебе? Да. Давайте пораньше. А то вы так сейчас поздно встаете. Как вы завтра встанете, я не знаю. Давай, допивай. А может, сколько завтра встанут? Ну, чтобы в восемь выйти. Кому как. Вике надо полвосьмого. А Даня можно и без десяти восемь поднять. Он как солдатик быстро оденется. А кто спасибо-то скажет? Я не понимаю. Спасибо, Каташки. Субтитры сделал DimaTorzok